Вкус Здравствуйте! Мы знаем, как добавить в вашу жизнь вкуса. Оставайтесь с нами и съешьте это немедленно. Моя жена фанатка здорового питания, но еда из пароварки мне уже надоела. Не хочет что-нибудь мясного, жареного. Я все-таки мужик, а не балерина. Мария – страстная поклонница здорового питания. В ее меню – овощи и мясо, приготовленные в пароварке, обезжиренные продукты и ничего соленого, жареного, острого или жирного. Муж Маши Сергей больше видеть не может диетическую еду. Но ни скандалами, ни уговорами не может добиться от жены вожделенных котлет, жареной картошки и наваристого борща. Мария приводит железный аргумент. То, что готовит она, полезно для здоровья. Сергей понял, что супругу ему не переубедить и обратился за помощью в нашу программу. Вот ты знаешь, я терпеть не могу невкусно есть. В жизни и так мало радости. И лишать себя вкусной еды, я считаю, что это преступление. Каша, я тоже так думаю, но делать из этого целый скандал считаю лишним. Тебе невкусно? Посоли. Если бы не было так все просто. Понимаешь, вот Сергей уже принципиально не может есть, просто готовит Маша. А она, видите ли, правильная. Вот у Сергея наверняка великолепная фигура и нет живота. Хотя семью от конфликта надо спасать. Вот именно. О, привет! Наконец-то мы приехали. Дорогая, пойди сюда, пожалуйста. Здрасте, мы к вам. Маша, не пугайтесь. Что это такое тяжелое? Пойдемте, пожалуйста. Начали объяснить, Маша. Пойдемте. Ты можешь мне объяснить, что происходит? Тебе не устраивает, как я выгляжу, что ли? Это другая программа. Эта программа называется «Съешьте это мед». Где же ведущие? Да, Аташа Тифаненко, я Аташа Строгая, но проблема другая. Вы очень пресно готовите. Одна из пароварки. Ну, у меня на самом деле это еда уже из пароварки просто надоела. Хочет что-нибудь такого мясного. Сережа хочет котлеты и борща. А тут постоянно эти брукли, да, непонятно что. Я заботюсь о твоем здоровье. У тебя нет живота. Это точно. Но еда полезная может быть и вкусной. Мы вас приглашаем в нашу программу. Если вы поучаствуете в нашей программе, то мы ему подарим вот такой сертификат на обучение в кулинарной школе «Аск де шеф». И, во-вторых, пообщайтесь с великолепными поварами. С Юрием Рожковым и Константином Явлевым. Подумайте, это ваш муж. Он просит о помощи. А то он будет столоваться где-то в другом месте. Я бы задумалась на вашем месте. Нужно спасать ваш союз. Слушай, просто такая борьба. Если как бы нужно, то нужно. Говорят, самая правильная приправа к пище – это голод. А может, поперчить-то это гуманнее? Серого цвета котлеты, перепаренные овощи. Я вот представляю, вот так Сергей каждый день приходит, и вот каждый день одно и то же. А какими словами вы говорите, что вам не нравится? Я говорю, слушай, ну хватит уже нашего. То есть скандала закатывали. А что это, сознайтесь, вам лень. Скороварку все набросали, в пароварку вашу крышечкой закрыли, водички налили. Можно сказать и так. Вот. Хотел бы, чтобы приготовила котлет жирный прям такие. Жирный такие. Настоящих вкусных. Настоящих, да, таких. Морковка, помидорчик, яблочко, щавель, защавель и ссор. А вы не боитесь, что после нашей программы у вас появится жирот? Я думаю, что не боюсь. Предлагаю взять вашу замечательную кастрюлю. Держите. Мы поедем учиться готовить полезно и вкусно. Идеальный муж ест все, что приготовит жена. Не пьет, не курит, не спорит, не гуляет. Да, и не существует. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, Юрий Рожков. Да, Айду Константин Ильев. А это наши герои, Сережа и Маша. У тебя подружку привели, да? Ты не хотел. Ты уже рассказываешь. Я ее очень сильно люблю. Ну, понятно. Но она готовит еду полезную, но ее есть невозможно. Молодец. Хоть то, что признался, что любит, это уже полдела. А все остальное мы сейчас поправим. Дайте смотреть. А, ну мы это все сейчас поправим. Попробовать очень вкусно же. Ну, вкусно, но не очень. Ну, ты не переживай. И этот диагноз мы вылечим. И ты тоже. Давайте садим попробовать нашим зрителям. Так, ну кто у нас самый смелый? Девушка, да смелее, смелее. Если что, мы умеем делать искусное дыхание. Неофициально, ладно. Вкусно? Как-то не очень. Вы бы могли так питаться каждый день? Дня три максимума. Дня три максимума. Чтобы похудеть, да. Вот мужчина, да? Вкусно. Вот. А, Марта, мужская солидарность вранье. Серьезно вам нравится? Да. Жестой солидарность. Ребята, а может быть это просто сосед? Да нет. Нет, Сергей. А нас откуда знаете? Нет. Можете не знать, ладно. С этим все понятно. Сережа, вот вопрос такой. Что ты любишь? Честно, я хочу сказать, он хочет котлеты. Котлеты, да. Котлеты. Вкусные. Вкусные такие, прямо зажаренные. Вмажник, зажаренных в масле, чтобы печень потом отвалилась, да. Сегодня мы будем готовить чечевицу, томленную в морковном соусе. Утомленную. В морковном соке со шпинатом, да. Сегодня мы будем готовить, кстати, и учить, Марии, будем котлетки из индейки с гречичным ризотто. И третий момент, мы сделаем безумно вкусную, интересную пиццу, но не на муке, а на картофеле. Значит так, девочки, вы можете забирать своего пациента. Пойдем. Давайте, давайте, это будет вкусно, это будет полезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое. Котлеты. То, что просил муж. Пицца. Пицца. Это бонус, если хорошо себя ведет. А чечевица в морковном соке, если плохо себя ведет. А, точно, да? Да. Мы берем с тобой чечевицу, зеленую чечевицу ставим и ее просто варим. Пока он у нас варится, нам надо будет сделать свежевыжатый сок из моркови и нарезать овощные ингредиенты. Лук, кабачок. Ты умеешь резать? Ну, что не будет. И использовать мороженые овощи. Ну, если вы смояться не будете, то я попробую. Не, давай поржем. Да, давай, давай, давай. И пока ты это все делаешь, буду чистить картофель и подготавливать тесто. Хитренький. Так, ты хочешь себе это делать? Давайте я лучше почищу. Давай, без проблем. Мне это лучше резать. Ну, давайте. Посмотри, как виртуозно режет кости. Можешь не смотреть, тебе так не научиться. Вот, смотри теперь на меня. Вот, я взял фарш. Тебе опять не научиться, да? Выбил сюда яйцо, перемешал, посолил. Соль тоже можно добавить. Поперчим. Будешь себя плохо вести, майонез добавим. Это будет очень замечательно на самом деле. Замешали фарш, и нам осталось добавить молочные продукты. А используя их мы будем первое в России безлактозное молоко Валиозеро лактоз. Оно позволяет избежать дискомфорта, тяжести в животе и других неприятных последствий, которые происходят из-за непереносимости лактозы, это молочный сахар. При этом у молока сохранен вкус и все полезные средства. Ну а я начну выжимать морковный сок. Ты что выбираешь? Смотри, морковный сок или котлеты как делать? Лучше пустые котлеты как делать. Даже руки пачкать не будем. Да ладно, как это? Вот так вот берем, раз, выкидываем масло. Как оладьи. Вот это да. Что, не видел никогда, Хост? Бля, рассказывай дальше, все, я котлеты формую. А, все, да? Да. Ладно, у нас сегодня Юрик вместе с тобой стоит на плите, поэтому я все подготовил. И пока вы там будете с Юриком развлекаться с котлетами... Хорошее развлечение. А, что это развлечение? Работа на кухне доставляет радость и удовольствие. Да. Это очень важно, конечно. И не забудьте, Мария, что Сережа хочет котлет. Это его мечта. Вот сейчас приготовит ему котлеты. Нет, 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 нет. Так ты смотри, как готовят котлеты. Я не могу приезжать к Сереже потом каждый раз и готовить котлет. Да, все правильно. А, может быть, так и сделаем. Хорошо устроились. Вот делай сама, давай, пробуй. Так что, дорогая, давай, старайся. Правильно, давай. Выложил сюда, да, пробуй сформовать ее. Пока ребята формуют котлеты, я взял тот картофель, который очистила Маша, и мну его до однородной текстуры. Теперь мне будет стыдно, если я не пожарю котлет. Вот, давай, давай, дорогая. Юра, а почему фарш такой жидкий? Это специфика куриного и фарша из индейки. В общем, там у нас есть яйцо, и так все свяжется. Никакого хлеба, ничего, он будет нежнее и сочнее. Совершенно верно. У меня уже слюки понекли. Ну, я тоже, кстати. Вы бери, Сережа. Значит так, ребят, я помял картофель, соответственно, я добавлю немного соли. Я добавляю одно яйцо целиковое. Я добавляю немного прям муки, много нам не надо, и все хорошенечко перемешиваю. То есть это у нас будет подложка, подложка для пиццы. То есть мы не будем использовать тесто, а мы используем картофель здесь. Мария, прошу обратить внимание. На сковороду нальем немножко оливкового масла борхес. Оно 100% рафинированное, прошло специальную очистку. Блюда на нем не пригорают, а только становятся вкуснее. Пока вы там что-то с Юрой наливаете... Мы уже налили. Значит, я расскажу про пергамент. Пергаментная бумага, специальная бумага для запекания. И возьмем немножко масла и нальем его на пергамент. И теперь вот эту массу, которую мы с тобой сделали, мы ее выкладываем на бумагу для запекания. Вот так вот ее формуем в виде настоящей пиццы. Поверь мне, два раза в неделю Сергей будешь готовить, котлеты не попросит. Скажет, и этого достаточно. Вот-вот. Так если я ему пиццу буду готовить, он меня в Италию не отвезет. Ха-ха, хорошая логика. Так, вот смотри, мы с тобой уложили. И теперь самое интересное, самое легкое действие, это мы теперь украшаем, обзаем это так. У нас здесь с тобой вяленые томаты, у нас с тобой здесь маслины, да, черри-помидоры. И я все-таки для пущей как бы уверенности, все-таки Серега мужчина, мужик настоящий, да, то есть ему помимо всех их овощей нужно еще все-таки что-нибудь такого мясного. Но мы не дадим мясо, мы дадим курицу. Курицу любишь? Слушай, я думаю, он сейчас все любит уже, да, он сейчас все почти любит, да. Поэтому давай, значит, помидорчики пополам нарезай, украшай, а я за тебя вяленые томаты вот так вот буду выкладывать. Маша, а почему вы так плохо относитесь к соли? Я видела, когда Костя только посолит, у вас такая гримаса. Когда я раньше добавляла соль в какие-то блюда, я всегда пересаливала, потом я перестала вообще солить. Она тебя не развлюбила? А то знаешь, как всегда, соль пересаливать, когда любят. По поводу любви нет, не разлюбила. Уверен. Вы знаете вообще, Маша, что в любом человеке почти 250 граммов соли? Нет, я знаю. То есть это как 4 таких соломки? Ну я думаю, в Юрике-то побольше. В Юрике точно побольше, но 5-6. Она решила, зачем ей еще? Так, Маша, смотри, мы с тобой украсили пиццу и добавили кусочки свежей курицы. Теперь мы немножко солим, мы немного добавляем перца, слегка мы добавляем оливковое масло и ставим в разогретую духовку буквально на 10 минут. И наша пицца будет готова. Пицца из картофеля. В отваренный картофель добавляем яйцо, соль, немного муки и разминаем до получения однородной массы. Противень застилаем пергаментной бумагой, смазанной оливковым маслом и формируем основание пиццы. Сверху выкладываем вяленые томаты, маслины, дольки помидоров черри, куски сырой курицы. Солим, перчим по вкусу. Пиццу смазываем оливковым маслом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 10 минут. Готовое блюдо перед подачей сервируем листьями рукколы. Маша, а что больше всего ты любишь готовить, кроме паровых котлет? Ну, один раз я готовила гуся. Вот целикового, да. Сережа этого гуся, кстати, даже не пробовал. Гусь был с тем-то другим. Нет, гусь был для моих подруг. У меня был день рождения, 21 год. Гусь был, он у меня очень вкусный. Он у меня такой целиковый в духовке с корочкой. Не знаю, как его звали. А Сережа и жареного гуся я не готовлю из-за того, что я берегу его внутренности. Кого, гуся? Сережина. А, Сережина. Ну да, чтобы как бы на желудке тяжело не было. У вас рядом с домом примерно 300 метров кафешечек никаких не находится? Нет. Так представляешь, ему приходится на работе есть. Он два года выдержал, он действительно ее любит. А потом, вот сорвалась поездка в Италию? Думаешь, почему сорвалась так? Прожрал все деньги. Да. На масле мы обжариваем кавачки и мы обжариваем репчатый лук. Также мы добавили тимьян, напоминаю, да, то есть и добавили немножко чеснока. Теперь нам это просто хорошо надо прожарить. Мы с тобой уже отварили чечевицу. Нет, гречка это у Юрьки. А у меня чечевица. Видишь у нас какая получилась чечевица? Хотя, Серега, знаешь, для тебя бы я бы и бекончиком сюда добавил. Ну, здорово. Да, но извини. Морковный фреш. Я бы не оказался пересмотреть. Не, поверь мне, это будет тоже вкусно. То есть мы Машу учим тому, что можно будет сделать все-таки из вот таких вот простых отваренных. Да, он же ровно продуктовый. Я просто его люблю, поэтому я стараюсь, чтобы он не был всегда молодой, красивый. Понимаете, а подругам гуся. Да, подругам гуся, чтобы они быстрее там это... Чтобы внутренне все... Сейчас быстрее состарится, быстрее никому нужен не будет. Юрик все знает. Я думаю, что он однолет. Сережа, вы действительно однолет? Правильно, мы вас очень уважаем. Знаете что, попьем чайку. Снова. А чай нам сделает уникальный чайник Борс. Это ведь первый чайник, который сам заваривает чай. Вы можете самостоятельно выбрать температуру и режим заваривания. Посмотрите, как он хорошо заварился. Давай, наливай. Какой аромат. Пожалуйста. Спасибо. А кто у вас в доме ножи точит? Ну, соответственно, я. Вы знаете, какой нож для чего нужен? Или вы не задумывались? Ну, я обычно как бы не задумывался. Да? Для чего? В принципе, главное, чтобы он был острый. Главное, чтобы резал. Резал нормально и острый был. Расскажите, вы же мужчина, вы должны все в этом понимать. Какой нож для хлеба? Для мяса, для хлеба, для рыбы. Для сыра. Для хлеба, скорее всего, вот этот нож. Почему? Неправильно. Давайте. Поднимаем. Что такое? Представляешь? Сережа сказал, что этим ножом он режет хлеб. Нет, нет, нет. Это рыбный нож. Соответственно, это как для разделки рыбы, то и что, как для нарезки. Намного удобнее. Пилей. А вот с дырочками, Костя, вот это. С дырочками, на самом деле, это, мне кажется, меч джедая какой-нибудь. Ну, это вообще, это простое нож что-нибудь почистить, да. Вот, как раз и есть хлебный нож. Называется он нож-пила. Им удобнее всего нарезать. А если ты будешь таким ножом, то ты его очень быстро затупишь. Это для чего? А, это просто форма ножа такая. Это нож, это овощной, но у него никак не называется. Ему овощи, да, нарезать, это в большей степени китайский нож. Костенька, порежь овощи вот таким? Да, без проблем. Кидаловую. Без проблем. Это, это, внимание, видите, картофель, да, Костя, поехали. Пальцы, пальцы, осторожно, пальцы. Нет. Браво! Браво! Просто супер, Костя, и я с тобой горжусь. Я тоже. Все, я вас оставляю. До свидания. Ты видела, Маш, мы обжарили с тобой лук, обжарили с тобой чеснок с тимьяном и добавили белые грибы. Вот, учись, это очень просто. Конечно, если я так сделаю... Не надо, я рядом стою, придем учись. Не стесняйся, на, давай, давай. Вот, ты не блины переворачиваешь, Юрик, расскажи. Вот, вот, свободно, расслаблено. Конечно. Собираем продукт сюда. Вот, а он сюда вот такой. И мы не делаем вот так, так ничего не получится, видишь, ничего не получается. Делаем вот так. А если я это все на себя? Ну, на себя, только не на меня. Я хочу тоже попробовать. Давай, давай. Давай, давай, вперед. Да, я знаю, меня пора. Вот, вот, да. Папа, пошла! Вот, вот. А там вот туда. Давай, нам не бояться. Маша, смелее. Просто, Сережа, приготовь еще. Оба, мы, конечно, приготовим. Оба. Очень милая, конечно. Да нет, и вот так вот, смотри, Маша, 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 смотри. Вот, видишь, давай. Она подходит, вот, и все, и пошло, и пошло. Ну, ладно, не будем больше экспериментировать с этим. Чечевицу мы с тобой добавили, все перемешали. Теперь добавляем свежевыжатый морковный сок. Как необычно. А, как вкусно-то сейчас будет. И нам теперь надо с тобой дать буквально 2-3 минуты, чтобы это все пропарилось, проварилось. И в самом конце мы с тобой добавляем свежий шпинат. Краски, краски. Чечевица в морковном соке со шпинатом. Нарезанные мелким кубиком лук и кабачок, целый зубок чеснока и ветку тимьяна обжариваем на оливковом масле. Достаем из сковороды чеснок и тимьян, добавляем предварительно отваренную чечевицу, свежевыжатый морковный сок и листья шпината. Тушим в течение 3 минут. Мы с тобой обжарили лук. Да. Грибы. Белые. Правильно. Чеснок. Да. Что еще? Тимьян добавлять. Тимьян. Но потом убрали. Убрали тимьян, и когда у нас обжарилось, мы добавили отварную гречку. Гречку, да. Разваренную. Да. Это тоже очень важно. И вот теперь, так как это мы с Костей называем гречичное ризотто, а ризотто, оно имеет форму каши, оно такое разваренное, мы поэтому добавляем сливок густых. Кусто. 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 Вкусняшка. Вкусняшка, да? Ты уже оценила немножко? Да. Это, во-первых, красиво и вкусно, и пахнет вот. О, значит. Неужели? Неужели, дорогая? Все, спасибо. Котлеты из индейки. Котлеты из индейки с гречичным ризотто. Через несколько минут блюдо готово. С чего начнем? С чего начнем? Так, ну, как мне хотелось, просто котлеты очень вкусные. Я начну с котлеты, соответственно. Давайте. Ну, да вкусно. Замрите все. Это супер, это она на меня, смотри, это она готовит. Да, поцелуйте. Это супер. Ну, дорогая. Я уже думал, все плохо. Ты у меня самая лучшая. Правда, ты отвертится, Маш? Ты виду, каким он на меня взглядом посмотрел. Я думал, все, я говорю, это она готовит. Хорошо, что он тебя не поцеловал. Пробуй, чеченец. Давайте, попробуй. Ножечку возьмите. Просто супер. Прямо отлично. Маша, молодец. Хорошая ученица. Хорошая ученица. Да, хорошая ученица. Вот я пиццу нарезал, вы ее можете дать. Ребята, то есть, так, укладывайте. Ммм. Вкусно, правда? Ребята, вы молодцы. Ну, и жена, соответственно. Маша, конечно, молодец. Вы помните наш статистикат? Ну, да. Он сейчас ваш. Продолжим. Конечно. Маша, готовить вкусное блюдо с удовольствием вам помогут майонезы Ряба. С майонезом Ряба любое блюдо становится удивительно вкусным. Вкусная еда и майонез Ряба – ничего лишнего. Это вам. Спасибо большое. Надеемся, что сегодняшняя программа стала началом ваших новых кулинарных успехов. Для того, чтобы вы чувствовали, насколько просто и увлекательно готовить полезную вкусную еду, мы предлагаем вам выбрать технику из новой коллекции Борг. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрите, какая красивая коллекция. Выбирайте. Глаза разбегаются. Понятно. Конечно же, чайник. Чайник. Великолепно. Чайник Борг – это первый чайник, который сам умеет заваривать чай. Представляете? Кроме того, он очень красивый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прекрасно. Значит, вкусно и… Полезно. Быстро повторили все в комментариях. АПЛОДИСМЕНТЫ На сегодня это все рекомендации. Живите дружно. С вами были Таша Строгая, Наташа Степаненко, Константин Эблев и Юрий Рожков. И помните, ничто так не разделяет людей, как вкус. И ничто так не объединяет, как аппетит. Пока! Увидимся в следующем воскресенье. Давайте пыть. АПЛОДИСМЕНТЫ Война в войну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят, самая правильная приправа к пицце – зараза. О, жирю. Жирю. СМЕХ 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 А использовать мы будем первая в России… Хотел сказать без лакоголя. СМЕХ Юрий, ты рожден для рекламы. СМЕХ Но Юр… АПЛОДИСМЕНТЫ Пропали неприятности в желудке все. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ Можно, да? Субатон вы меня так смотрите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ